Брать человека, его показывать, это не как пародисты эти наши пошляки, показывают дефекты речи и там, а это что-то, в человеке ты ловишь что-то неуловимое, но самое главное, а это же можно только при личном контакте ловить. И вот это вот суть, тогда идёт отсюда всё, манера речи, тут же поймать нужно как бы способ, ну ритм, как человек мыслит, вот что интересно. — Миша, вот скажите, вы известный драматург, вы написали такие замечательные пьесы, как «Голуби», «Смерть Ильи Ильича», газета «Русский инвалид». Скажите, почему вдруг вы решили заниматься совершенно вот такой, казалось бы, противоположной деятельностью, документальный театр, почему? — Потому что все премьеры, которые я смотрел по своим пьесам, меня повергали в тоску, я понимал, что ни режиссура не справляется, но это бог с ним, актёра не справляется. Способ существования совершенно другой, условный, театральный, а вот документальный театр дают безусловный способ. — А он что, я иду? — Вон, вон, там, смотрите. Говорят, что это придумал Станиславский, когда ходил со своей группой «Нехитров рынок», когда они ставили Дьесу Горькову на дне, то они занимались вербателем. В вербателем это переводится дословно. — Вот если вот посмотрите, вот люди, которые нас окружают, да, театр абсурда жесточайший. Звивы, психология, там, куда там, князь Мышкин, прочее, прочее, прочее. Общение с реальными людьми, попытка повторить их в жизни, это же очень здорово. — Диша, вот у меня такая ситуация вот странная. Вот я, когда беру интервью у людей, да, люди, в общем, как-то вот очень охотно говорят, больше охотно, про то, как они умрут. — Так начался странный проект «Биография вперёд». — Потому что, как правило, биография же назад, то, что было. Но вся проблема в том, что человек, ну, мало отвечает за то, что с ним было. А с ним было что? Школа, там, не знаю, армия, женитьба, всё как у всех. И жизнь формирует человека. А вот когда я воображаю фотографию, свою будущую биографию, то тогда я уже полностью свободен. И это меня, как человека, открывает гораздо больше, чем я бы рассказывал, ну, конкретные данные о прошлой жизни. — Слушайте, а давайте я буду пробовать играть в вас, а вы будете донором, который мне даёт информацию. — Давайте. — Что было с вами после смерти? — Ничего особенного не было. Просто наблюдаясь за тем, что происходит в жизни. — С высока? — Ну, не знаю, наверное, с высока, но там есть один закон, что нельзя вмешиваться. Потому что связь как бы односторонняя, тебе передают изображение, и ты понимаешь, что происходит, но с тобой связи нет. И в этом, мне кажется, очень большая драма, очень даже не драма, а трагедия, потому что ты уже всё понимаешь, ты уже знаешь, а нельзя ничего. Ну, вот это и будет происходить. — А много рядом там таких же вот душ? — Ой, ну, там просто стадионы сидят и смотрят, и смотрят, и болеют, и не понимают, почему же эти идиоты до сих пор не догадались, что нужно сделать. Почему же эти идиоты до сих пор не догадались, что нужно сделать? — Ой, ну, там просто стадионы сидят, и смотрят, и болеют. И не понимают, почему же эти идиоты до сих пор не догадались, что нужно сделать. — Ну, это что? — Да что, Володин, ну, передразнивание. — Да, так. — Ну, передразнивание тоже полезно, потому что здесь же такой есть очень гуманитарный сильный пафос, когда ты забываешь о себе и проникаешь в другого человека. Так что это полезно? Давайте передразнивайте, это полезно. — Понятно. Михаил Угаров, Михаил, драматург. Елена, драматург, жена Михаила. Сандрик, тоже драматург, сын Елены. — Киноба писал. Такое художественное кино, сценарий. Или нет, нет, лучший роман. Роман, потому что кино — это на самом деле... Вот сейчас, нет, я сейчас понял, что кино я не стал бы писать, потому что кино, ну, это такое, ну, в общем, на самом деле немножечко говно, вот, потому что это жанр такой уже, ну, применительный. Да, ты должен кого-то обслуживать, потом кто-то это будет снимать, снимать это будет ужасно, актеры будут работать чудовищно. Нет, лучший роман. Такой большой роман вроде «Войны и мир». Все забыть уже. Мы в качестве капель пара. Они помнят, как они были водой. Может быть, она когда-то текла в Амазонке, в ней плавали рыбы. Но помнит ли пар об этом? Помнит ли капелька пара сейчас пиратские судна 17 века, которые она омывала? Значит, 2102 год, что касается мамы, то мама жива, все в порядке у нее. Михаил Юрьевич тоже живой, но он болел много, потому что он всегда курил, и у него режим был нездоровый, он поздно ложился, поздно вставал, нервничал, много работал. Но вот так повезло, медицина помогла. Любовные отношения, это что имеется в виду? А, ну, гармонично развивались. Ну, как строятся отношения. Во-первых, на постоянной угрозе измены. Во-вторых, на постоянных таких внутренних изменах. Ну, потому что самое отвратительное, что есть, это вот само понятие супружества. Душить, душить. Ну, что вы, мы так много всего вместе сделали, зачем душить? Тем более, это национальное достояние практически. Из-за каких-то женщин я буду душить наше национальное достояние. Есть такое растение, плющ. Плющ садовый. Я его выздоровел, то, что где-то прочитал, что он вечно живет. То есть, плющ. То есть, он вечно живет. И как-то вот неприятным я стал с ним, с этим, с плющом, как-то неприятно. Какой-то такой вот, он, какой-то такой монстр. Думал, жить буду, жить. Взял и умер. В транспорте, как доктор Живаго. А, инсульт это был. Ехал в троллейбусе, народу, куча. Все, конечно, расстроились. Вот опять проблемы. Давайте придумаем другой какой-нибудь ход. Ну, вообще, вот само понятие семья, я, например, очень не люблю это понятие. Знаю, что Лена тоже не любит. Потому что, на самом деле, семья это не когда люди живут вместе и друг от друга как-то зависит там материально. А на самом деле это союзники по жизненному делу. И, в принципе, у нас вот так получается, мы все вместе, троёк, вот родили такое движение, как, например, документальный театр. Вместе занимаемся современной драматургией, помогаем молодым. И, наверное, это как раз в принципе-то, вот я думаю, что в будущем семья будет держаться не на каких-то чувствах и там материальных вещах, а союзники будут собираться. Я всё сказал. Знаете, у нас такой есть проект, называется «Биография вперёд». Я осень, на стене сегодня девушка. Да, спасибо. Как вы умрёте? Как Ромео и Джульер. Умирать я буду своих ногу. А вы? 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 Вы?